Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1073. События дня. Римлянам 8.9. Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же, говорит, Духа Христова не имеет, тот и не Его. 1 Коринфм 6.19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? За 23 ноября 2018 года. Наше объявление коротко прочитать. Сергей Евтушенко. Епископ Ивтихий молодец какой, да благословит его Господь, и укрепит в брани сослужителей мамамоны. Валентина. Сартисон. Ну вот, что тут скажешь? Плакать хочется от этих слов, от этой боли и правды, высказанной епископа Ивтихием Курочкиным. Попран Христос. И возмездие за это неотвратимо. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Роман в роликах пишет. Турнир по благовестию среди мирян. Беги, как на ресталище. Я более всех потрудился, хотя не достоин называться апостолом. Сергей Евтушенко. Сектанты собирает на стадионах тысячи последователей. А попы футбольных фанатов еще и кичатся этим. Роман. Увидеть им многое придется. Введение такой практики в служение изменит отношение к своей пасте и священству. Начнут проповедовать и учить точечно в исправлении душ. Аминь. Так Игнатий Тихонович настоящий мужчина, чувствующий ответственность перед Богом. Хорошо быть за мужем, но не перед мужем. Муж решает все вопросы. А жена делает свою работу и нет ни вздоров, ни раздоров. У Надежды Васильевны даже есть своя половинка. А у меня нет. А эту половинку женскую муж обеспечил. И это нас никто не учил поститься. Но когда мы уехали из России в другую страну, я узнала, что есть пост. И надо поститься. Мне было 13 лет. И сразу начала поститься. Меня никто этому не учил. Спаси Христос. Ну, здесь говорится. Надежды тут показаны где. Сергей Пупков добавил в беседу там участников. Я уберу это. Сергей Игнатов. Мир вам, мужи и братья. Храни вас всех, Господь. Я на работе. Занятия для меня по изучению Святой Библии и по милости Божией останутся лично выходные и после работы. Роман. Начинаем запись. Дальше. Наталья Марина Христенко беседовала с Сергеем. Козловым парализованным. Она говорит. Марина, радостно слышать хоть что-то. Помоги, Господи, и дочь воспитать. Противосектантские чтения во Святи Библии. Сигнатия Тихоновича. Ведущий в Барнауле. Сергей Пупков. Как кормилица нежно обходится и детишек своих бережет, так и Матерь Христа нежно молится, а нас грешных не перестает. Ну, вот пока читайте. Тормозните маленько, и можно будет просчитать. У меня времени сейчас нету даже. Пупков Сергей. Вот так. Рустик Гусеинов пишет. Почему Бог создал за место женщин шлюх одних? В чем смысл? Чтобы мужчина мучился всю жизнь? Где логика? Я отвечаю. Такой вопрос был якобы уже тысячу лет тому назад задан в такой же упаковке. Почему девушки как ангелы и красивы и нежны, а вот женщины как ведьмы и стервы? Почему? И был якобы вот такой ответ. Я создал девицу, а женщинами вы их сами делаете. Потому такой товар по второму творцу. Я отвечаю на это. Вот тут говорили сейчас и в тихие. Я пошел смотреть, вот что у него. Ну, там, я не знаю, где он там, ВКонтакте или где выступает. И вот здесь я стал смотреть. Семьдесят страниц набрал, что он говорит. Как это дать другим, я не знаю. Я сейчас буду пропускать. Вот. А вы сами смотрите, успеете или нет. Семь. Вот. Семь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Таких епископов я не знаю, есть они или нет в патриархии. Бедный, абсолютно бедный. И никогда ничего не требовал. Он делом показывал. Бедность – это наша участь. Голодный все-таки он не ложился спать. Было, и мы беседовали неоднократно. Он пошел со мной пасти о вещах, и мы там на соломе целый день лежали. Как писал Пастернак на апостолах, придорожные пыли валялись. Вот так. Если кому-то надо, вы в скайпе зайдите и скажите мне, я вам скину полностью материал, который я набрал. Не весь, но 370 страниц, он и сам не знает, наверное, сколько его выступлений. Потому что там выступление его, мнение, дальше ответы. Я все остальное оставил, а я выбрал только его. Послушать есть что. Просто я не могу. Это в 37 раз дольше, и мы тут, кажется, пленки не хватит. И все на этом. Вчера у меня, сегодня уже другой день, у меня 24-й, вчера приходили три человека с разных мест Америки, беседовали. По-настоящему твердого православного. Ну, там один только, может, так был, а остальное сектанты, там, Америки. Но все это будет в интернете. В интернете. Так, ну и показать наши ресурсы. Вот как раз здесь с одним беседовали. Мы 4 часа, вот 122 уже посмотрели США, Иеремия. Вот. Остальные потом будут выставлены. У меня заказчик идет одного ролика, вот два ролика, это 6 часов. 7 часов почти ушло на два ролика. Считаю, по 3,5 часа в среднем. Ужасно. Но тянет, останавливается. Заново там отключается. И вот, это наш, мой мир. Вот Юрий. Затем в одном материале старец Клиупа обращается к румынскому народу. Штефан Великий не был баптистом. Мир Шабетхи не был евангелистом или адвентистом. Александр Добрый не был свидетелем Иеговы. Эти безумные сектанты появились сейчас. Ни одной секты не было в нашей стране тогда. Они приходят с чужбины, оплаченные масонами, чтобы сокрушить правую веру и затоптать истоки наши. И вырвать корень нашего православного сердца. Что говорит святой Икрем Сирин? С человеком и ретиком не говори, в дом его не принимай, за стол с собой не садись, не здоровайся с ним. Это притеча Антихриста, ибо Спаситель сказал Эписянам через апостола Павла, Церковь – это тело Христа, а глава Церкви – Христос. Эписянам 1, 22, 23. Всякий сектант, отделившийся от Церкви, отделился от Христа. Это человек сатаны. Евангелие говорит, в последние времена восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных, Марка 13, 22. Берегись сектантов, которые раздают брошюры в поездах, на вокзалах и рассылают по почте в посылках, и где не увидят людей, а раздают им бесплатно свою отраву. Когда увидишь книгу, не имеющую благословения Священного Синода и изображения Креста, брось ее в огонь, даже если это Библия. Если она сектантская и пишет, чтобы вы не почитали иконы, брось ее в огонь. Никакого греха на тебе не будет. Это отрава. А разбросанная притечами Антихриста – все отрава. И вот дальше он говорит, как здесь. Храните веру, которую вы впитали с молоком матери вашей. Храните веру, которую мы имеем в две тысячи лет. Не едите вслед слуг сатаны, которые приходят с Запада с миллионами долларов. Они подкупают глупых и непросвещенных в вере, чтобы разрушить единодушие румынского народа и хотят устроить великие ереси и безумства в нашей стране. Берегитесь этого. У них есть молительные дома, но там дом сатаны. «Где нет священников и архиереев, там нет Христа. Ибо Спаситель, думав на апостолов, сказал им так. Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Иоанна 20, 22. «Не сектантам сказал это, а апостолам, епископам и священникам. Ибо апостолы через возложение рук апостольское преемство передали дар Духа Святого всем священникам во Вселенной через хератонию. Итак, запомните, что у сектантов нет канонической иерархии, нет семи таинств семи святых. Они не посчитают Матерь Божию и Святой Крест, и нет у них спасения. «Потому берегитесь сектантов». «Ты слышишь, что говорит апостол Павел? Внимайтесь к себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас. Блюстителями он говорит о священниках и архиереях. Пости церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею». Двенадцать апостолам, которых избрал Христос, он, возносясь на небо, сказал «Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречете силу и свыше». И в Великое Воскресенье через десять дней снисшел на них Святой Дух свыше в виде огненных языков. Затем они стали говорить на всех языках, сущих под небом. А после того, как они облеклись силой свыше, он послал их, говоря «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Итак, Церковь Христова имеет каноническую иерархию. «Дух святой живет в церкви, и глава церкви – Христос. Все сектанты, оторвавшиеся от Христа и неходящие в церковь, чадо антихриста и притечи сатаны, не ходите вслед за ними и не говорите, что я не показал вам истину». Видите, как много тут сказано и правильно все. Дальше у нас большой форум, 1600 тем. Вот он, как выглядит в православном Игнате. Дальше канал наш. Канал называется «Открытым оком во свете Библии». Большой очень. Вот вчера беседовали мы вот этот один человек, он никому не принадлежит. Ну, еретическими мыслями голова забита у него. Ну вот, долго он стучался ко мне. Вчера побеседовали, а слушать не может. Он вопрос задает, а не выслушивает. Ну и так далее. И дальше у нас есть во свете Библии православный библейский сайт. Заходите на него. Он очень богатый. И на этом все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.